Здравствуйте, дорогие друзья! Вы просите рассказывать о тех растениях, которые видите у меня в саду. Были у нас в кадре гортензии цветущие. Очень многие просили рассказать, как я их формирую, потому что у меня есть гортензия на штамбике. Эта гортензия выращена из черенка. Я показывала уже в видеороликах, как черенковать гортензию, как укоренять ее под пластиковой бутылкой. Очень легко это сделать. И вот, посмотрите, вот такая растенница уже цветет, достаточно крепенькая. И вот мы его и будем сейчас формировать. Я как-то делала видеоролик, где схему показывала. И говорила, что в первые два года не нужно трогать гортензию. И только вот после третьего года нужно приступать к формировке, чтобы она все-таки набрала силу. Потому что вот за счет зеленой массы идет развитие корней, идет развитие стволиков. И вот сейчас как раз пришел момент, когда уже можно заняться формировкой. Слабенькой мы будем убирать, сильной будем оставлять. Вот еще спрашивают, нужно ли в осень обрезать побеги цветущие у гортензии. Знаете, дорогие друзья, можно и обрезать, можно и не обрезать их. То есть обрезку делать именно весной. Но вот оказалось, что на новом участке у нас так ветрено, что вот посмотрите, видите, что происходит. Когда налипает снег вот сюда на эти соцветия и в ветреную погоду ломается. Вы видите, вот сломалась вот эта вот веточка. Вот мы ее сейчас и обрежем, именно прямо до стволика. Вот она даже так оторвалась с задиром. Вот здесь свежая вот эта вот кора, хорошая. То есть, в общем-то, тут можно даже вот этот черенок попробовать и укоренить. То есть вот так вот отрезать и попробовать посадить в баночку. Такие веточки, срезанные весной, тоже бывает, что хорошо укореняются. Теперь вот мы смотрим на этот вот хороший, сильный побег. Сколько у него оставлять почек. Вот здесь вот первая пара почек, вторая, третья и четвертая. Вот можно обрезать над третьей, можно обрезать над четвертой почкой. Я обрежу сейчас над четвертой, опять же, из тех соображений, чтобы мне штамбик оставить побольше. И чтобы у меня потом уже какое-то развитие хорошей веточки вот этой было. То есть, что значит штамбовые формы? Это не обязательно, что ствол один у гортензии. Их может быть два, три, четыре, например. Но все-таки снизу вот это голые стволики, наверху идет разветвление и пышная шапочка. То есть, вот раз, два, три, четыре, вот так вот я обрезаю вот этот вот побег. Опять же, смотрите, вот над почками очень близко не режьте, потому что у гортензии идет усыхание очень сильное через вот эту вот веточку. И это может дойти и до почек тоже. То есть, почки могут усохнуть, если вы очень близко к почкам срежете. Поэтому пенек оставляем. Потом, когда он усохнет, этот пенек, то есть там пробковый слой же образуется. Для красоты вы просто это можете обрезать. Теперь вот эта веточка у нас. Вот посмотрите, если мы штамбик какой-то тоже будем делать из нее. Вот эту веточку надо удалять боковую. Вот эту веточку надо удалять. Вот эти вот оставить. И опять же, вот посмотрите, вот здесь сколько почек. Вот я так вот коротко обрезаю. Смотрите, видите, да? Вот первая пара почек, вот вторая пара почек. Больше мне не нужно, иначе будут очень такие мелкие соцветия. Вот так вот я обрежу. Вот эту ветку я обрезаю совсем. Она тоненькая и маленькая. Хотя и почек на ней здоровых много. Но она мне здесь не нужна. Я вот это вот все должна обрезать. Вот так. И вот эту тоже. Вот эту тоже. Вот. Теперь здесь почки, по-моему, нет. Так что нам смысла нет это вообще тут оставлять. Вот. Теперь вот эти веточки тоже. Посмотрите, вот первая пара почек вот у нее. Вторая пара почек. Третья пара почек. Вот так мы можем отрезать. И здесь тоже примерно одинаково. Вот так вот я отрежу, потому что мне нравятся вот эти вот почечки. Они очень крупненькие, такие хорошие. Ну, а дальше можно ничего не считать и просто выровнять крону уже более-менее по высоте. Чтобы это, ну, как-то все совпадало. И вот здесь вот тоже, видите, вот много почек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть уровней. Если мы их оставим все, у нас из каждого пойдут побеги. Нам это ни к чему. Соцветия будут мелкие. Вот. И здесь тоже мы как-то вот так вот обрезаем. Вот эту веточку я уберу совсем. Не нужна она мне. Она тоже какая-то слабенькая идет в бок. И вот эту вот мелкую, вот она совсем маленькая. Вот. Почему я ее раньше не удаляла? Вот, да. Смотрите, она какая хиленькая. Но опять же потому, что на ней были листья. И для развития корневой системы она какое-то время была полезна. Вот эту мелкую веточку я совсем обрезаю. Вот как-то так, что у нас осталось. Ну и вот эту веточку мы еще не обрезали. Тут какие-то слабенькие почечки на ней. Пожалуй, я совсем ее уберу. Вот так вот. Вот такой вот будет кустик. Вот эту ветку я думаю, что я со временем тоже удалю. Сейчас просто она у нас опять же сыграет свою роль, чтобы была более зеленая такая надземная масса. И чтобы лучше развивались корни все-таки это молоденькое у нас растение. Пойдем дальше еще к другим гортензиям. Вот еще одна гортензия. Это гортензия карликовая. Сорт называется Бобо. Вот у него такая этикеточка. Был посажен в прошлом году этот кустик. И вот тут у него написано именно Бобо. Здесь обрезка другая. Нам штамбы никакие здесь не нужны. Мы должны именно получить такую шапочку. Вот видите, сколько у него было соцветий у такого маленького растения. И мы принципиально тоже такого же должны и добиться. Поэтому здесь мы сильно ничего не режем. Вот у нас здоровая почка передимовавшая. Мы здесь убираем только, собственно говоря, сами соцветия. Ну вот здесь вот опять раз, два, три. Вот над третьей почкой мы здесь и обрезаем. И здесь вот тоже смотрим, где у нас более-менее такие хорошие перезимовавшие почки. Ну вот эта веточка нам не нужна, она совсем слабенькая. Вот эта веточка не нужна, она тоже совсем слабенькая. Вот здесь обрезка очень-очень. Вот эта веточка тоже слабенькая, не нужна. И эта слабая. Нижняя тоже не нужна. Ну а вот эти вот хорошие почки нам дадут опять замечательные соцветия. Вот видите, здесь все просто. Вот этот вот слабенький побег в прошлом году. Видите, какое маленькое соцветие было. Так оно и перезимовало плохо. Вот у него, по-моему, только нижняя почка и сохранилась. Вот здесь вот больше уже. Вот. Ну и вот эти. Тоже вот потемневшие. Это нам все не нужно. Вот так мы это все укорачиваем. Вот таким образом. Вот таким образом. Ну вот, посмотрите, вот что осталось от этого растения. Вот. Вот такой вот кустик. Со временем вот эту ветку можно будет укоротить. А вы знаете, я нам сейчас это вот сделаю. Вот я увидела тут хорошую почечку. Вот это вот я уберу. От нее пойдет хороший сильный побег. И нижняя ветка, вот эта вот, она портит нам вид куста. Вот посмотрим, что из него будет. Обязательно летом мы заглянем на это местечко. Вот еще один сорт гортензии. Это гортензия, которая называется фантом. Действительно, у нее фантастические, огромные соцветия. Отсюда, наверное, и такое название. Это растение было куплено со скидкой. Оно все какое-то было кривенькое. Несмотря на то, что вот достаточно прочные веточки и большие у него были цветы, пришлось притянуть ее вот к такому колу. Ну, смотрите, вот она, в общем-то, выровнялась и свела хорошо. Вот мы ее сейчас будем обрезать. Вот на что я вам обращала внимание при обрезке. Смотрите, видите, как в питомнике была вот эта обрезка сделана. Тоже видите, какой оставлен был пенек у гортензии. Вот, а почки были отсюда. Именно что вот если срезать слишком близко к почкам, то может через эту верхушку быть усыхание. Вот сейчас она, вот эта вот часть нам не нужна. Мы, в принципе, ее можем обрезать. Ну, сейчас просто не будем этим заниматься. Вот смотрим, что у нас на этом побеге. Вот здесь вот почки как-то плоховато развиты, а вот здесь вот уже хорошие пошли. И вот здесь можно уже обрезать. Вот хорошие почечки и вот хорошие почечки. Вот так я обрежу этот побег. Так, здесь тоже мы смотрим. И примерно на одном уровне мы обрезаем. Вот так вот я обрежу. И здесь тоже на одном уровне режу. И таким образом, чтобы опять же вот над почками оставался у нас какой-то запас. теперь вот эту наверное можно совсем веточку удалить вот эту тонкую точно я совсем удаляю вот эту нижнюю тоже я совсем удаляю так вот эту веточку я тоже могу удалить что она мне не нравится она какая-то кривая вот это я пожалуй тоже срежу или может быть вот вот тут неплохие почки вот так вот я оставлю посмотрим что из нее будет какие-то соцветия из нее все-таки пойдут ну и здесь тоже вот надо на одном примерно уровне вот что осталось от нашей гортензии будем смотреть как она у нас летом зацветет пойдемте еще самому взрослому растению ну вот большое растение которым многим нравилось в наших видеороликах на заднем плане оно мелькало было большое количество соцветий здесь говорят а что это у вас за сирень такая но вот это не сирень это гортензии метельчатый который называется limelight и вот мы сейчас ее будем обрезать про эту гортензию пару слов вы знаете дорогие друзья она была пересажена весной прошлого года вот таком взрослом состоянии с моего старого участка пересаживаю я ее примерно где-то в двадцатых числах апреля то есть это до распускания почек с большим комом земли и вот посмотрите она у меня прижилась так хорошо конечно конечно мы ее от отливали но тем не менее вот вот все удалось так она у меня сформирована на двух веточках здесь у меня такое целое деревце вот можно было бы эту ветку удалить и оставить одно деревце но мне почему-то жалко и так приступим вот видите сколько здесь было уже обрезок сделано да вот вот идут вот эти побеги пенечки вот здесь здесь было разветвление опять пенек здесь были тоже соцветия и тоже мы делали каждый год вот эту вот обрезку приступаем начинаем с чего удаляем все мелкое который нам не нужно вот маленькие все веточки которые идут внутрь кроны которые не дадут нам хороших цветов мы это все удаляем вот теперь следующее вот еще смотрите вот это вот ветка пошла тоже вот туда вот она вроде бы молоденькой хороший но не нужно она уже штамбик у нас формирован и мы здесь уже ничего добавлять не будем теперь вот эти веточки посмотрите вот и в прошлом году вот всего-то это было соцветие ну да ну вот посмотрите веточка тоже показательная вот здесь была обрезка пошли три побега и они хорошо цвели заложили сильные почки вот смотрите на этой ветке раз два три на 3 можно резать оставляем запас вот оставляем запас и вот так удаляем здесь вот эту веточку тоже раз два три вот больше нам не надо можно этой даже 2 оставить потому что она тонкая вот мы эти этой проделаем тоже раз два три вот мы здесь это убрали дальше вот эту ветку убираем совсем вот эта ветка тоже пойдет на две почки потому что здесь она слабенькая вот здесь можно оставить раз два три вот так здесь тоже раз два три вот так ну и таким вот образом нужно проходить по всем веточка вот здесь мы тоже этим маленькие видите все убираем они нам ни к чему вот еще веточка посмотрите тоже интересная да она куда-то в сторону идет и как-то в общем неказисто выглядит и можно ее как обрезать вот как я все отрезала вот где-то на этом уровне а можно ее отрезать вот здесь и пойдут тоже какие-то сильные побеги можно вообще ее ликвидировать и вот сделать вот так вот да то есть вы смотрите как вам больше нравится потому что одни нравятся большие крупные побеги другим нравится чтобы их было много чтобы это было пышность какая-то я отрежу вот так чтобы опять же были какие-то сильные веточки они все-таки пойдут вверх и будут формировать тоже такую хорошую крону ну и дальше мы обрезаем тоже смотрим на качество наших побегов чем тоньше веточка тем ниже мы ее режем дальше вопрос вот посмотрите здесь маленькие веточки здесь уже была многократная обрезка сделана вот обрезка вот обрезка вот обрезка что делать вот уже с этими маленькими веточками ну во первых можно их обрезать просто вот так это здесь вот первый пара почек и можно обрезать так а можно обрезать совсем вот вот коротко посмотрите да вот так эту ветку обрезать и вот откуда пойдут вот из этих вот боковых пойдут побеги дальше на эту веточку тоже смотрим вот где есть почечки вот и это нам совершенно не обязательно оставлять и вот отсюда пойдут опять боковые побеги оставляем запас над почками и режем ну вот здесь вот уже толстенькие мы вот так можем обрезать то есть нужно каким-то образом это все оценивать вот здесь 1 2 . больше нам не надо веточка потому что сильная даже вот так вот вот я украшу не бойтесь резать гортензию потому что чем вы сильнее ее обрежете тем побеги пойдут более сильные вот и это тоже ветка посмотрите видите это уже мелкие веточки и они дадут вам мелкие уже соцветия вот можно как обрезать опять же вот на эти два побега ну и сейчас мы с вами прервемся я уже покажу вам конечный результат итак дорогие друзья вот что получилось с этой гортензией я еще хочу сказать что когда пойдут молодые побеги можно будет еще сделать так называемую зеленую обрезку то есть если вы увидите что какие-то побеги перекрещиваются или идут внутрь кроны или идут близко друг другу то вот эти вот прям зеленые побеги можно пальчиком буквально от веточки отломить чтобы они не мешали чтобы они не отнимали силы и чтобы крона была красивая если кто-то боится делать обрезку у гортензии я хочу сказать что запаса очень много у этого растения и в принципе в принципе ее можно даже на омоложение срезать очень сильно и вот кажется что вот эти веточки не имеют совершенно почек но если такая сильная обрезка сделана то почки обязательно потом проснуться только немножечко позднее у меня есть такая гортензия которую нужно обрезать очень сильно она была завалена снегом сошла лавина с крыши не очень удачно мы ее посадили точнее посадили а потом навес для машины поставили и вот с этого навеса съехала такая снежная шапка я как раз ее буду сильно обрезать и потом она все равно восстановится так что не переживайте совершенно ну а опыт придет к вам со временем и пробуйте делайте вот только тогда вы и приобретете эти навыки